Здравствуйте, дорогие друзья! Ходыш Тов начался, ну, может быть, самый важный в жизни года месяц, месяц Элу. Такую притчу приводит Болшемтов, чтобы описать необычный характер этого месяца. Прежде чем царь вступает в город, горожане выходят ему навстречу, приветствуют его. И тогда каждый может приблизиться к царю. Он принимает своих подданных доброжелательно, оказывает внимание, расположение каждому. Он в поле. Но после того, как царь скрывается в своих дворцах или покоях, запрещено подходить к царю, кроме как с его разрешения. И то, там, особо приближенный, иногда, что поступить к царю следует пройти много ворот, и возле каждой стоит стража, проверяют многократно, действительно ли он имеет разрешение. Короче, сложно. Примерно так можно представить себе разницу между месяцем Элу, когда царь в поле, и все выходят ему навстречу. Он обращается со всеми сомневанием по отношению к другим месяцам года. И все, что требуется от нас, это выйти навстречу царю. Начать серьезный, правильный труд самоотчета и подготовки к осенним праздникам. Самое время понять, что вот если все, что упустили раньше, немедленно можно наверстать. Есть еще одно выражение. Если бы Лулей немедлили, то уже успели бы вернуться дважды, в книге Брешит сказано. Так сказали сыновья Якова своему отцу, когда у них закончился хлеб. Предыдущий Любавичский Рэбе написал, причем сказал, что это комментарий тоже Болшебтова. Слово Лулей состоит из тех же букв, что и слово Элул. Верный знак того, что между ними существует взаимосвязь. Если бы немедлили, уже бы раскаялись и вернулись к самим себе и к источнику жизни. Вообще весь год зависит от приговора, который выносится в Рошашуна. А приговор в зависимости от подготовки в месяц Элул. Это месяцы милосердия и прощения. И тот, кто ленится, написано в этот год, может, не дай бог, потерять и в следующий. Элул это еще и новый год. Новый год десятины животных. Есть такие новые года. Мудрецы сказали, что Элул месяц милосердия и прощения, месяц самоотчета. И что те, кто возвращаются в этот месяц к раскаянию и погашают долговые вексели, счастливы эти люди. В течение 40 дней, начиная с 1 июля, с сегодняшнего, и кончая Йом-Кипуром, мы возвращаемся к Богу и принимаем обязательства больше и больше. Надо что-то сделать в этом месяце, иначе, к сожалению, плохо. В эти дни мы оглядываемся назад, пытаемся оценить, что сделано, и намечаем план на следующий год. Что еще сказать? Элул это финиш нашего года. И одновременно подготовка к старту в новом году. К Рошошана, который наступает в последний день Элул. Значение корня Элул, какая причина. Что мы получаем в следующем году, напрямую зависит от итогов этого года. А итоги года подводятся в Элуле. Так что Элул последняя возможность подправить, так сказать, что-то подкорректировать. Поэтому называется он месяцем чу, месяцем возвращения. В этом месяце при написании письма или при встрече с кем-то, уже с первого числа принято благословлять друг друга пожеланием. Тивава, хатима, това. Что означает, чтобы тебе на Новый год был вынесен и утвержден хороший приговор. К утренней и после Эминхи, после обеденной молитвы, добавляется сейчас 27-й псалом. Это каббалистическая такая вещь, которая, ну, важно это. Будучи месяцем самопроверки, Элул, хорошее время, чтобы отдать филинам и зузы на проверку. Элул это поиск правильного решения, который помогает найти тем, кто это решение ищет. Поэтому написано, что как только мы проявим хотя бы желание отыскать, то сразу видим массу выходов из любой ситуации. Даже из самых сложных и таких. С точки зрения Лурианской каббалы, весь месяц Элул вообще один большой праздник. В месяц Элул, хасиды говорили, в эти дни даже рыба в реке трепещет. Все, природа чувствует вот это, мы не всегда. Есть старая майса вот на Новый год. Едем купец с караваном товара. Как водится, весь товар, точнее не весь товар чист. Бывает запрещенное, немножко контрабандно. Поэтому едут телеги по тракту, там в глубинке, в лухомане, спокойный купец, погонщики, песни поют. Ну вот версты показывают, что скоро граница, да? Несколько дней пути осталось. И начинает купец дрожать от страха. Начинает думать, что же там у меня на подводах, где там товар не такой, где черный. А погонщики продолжают петь, что им, товар-то не их. Но вот на границе остаются считанные версты, да? И голоса погонщиков начинают терять недавнюю уверенность. Песни смолкают, товар-то не их. Но все равно страшно. Жандармы остановят, по спине пройдутся нагайкой. Еще могут конфисковать саму карету, телегу. И уже все, и хозяины дрожат, и все его паденщики. Идет караван границы, и все, чем ближе, тем страшнее. Кто же такой человек, который не боится у самой границы? И остались, как мы знаем, что лошадь. Им точно все равно. Они ждут, когда остановка будет, и когда начнут кушать. Поэтому, если с наступлением Эллула человек не становится, но хотя бы на самую малость, ну, чуть-чуть страшно ему, да? Ему не надо ничем гордиться тогда. Значит, у него задеренело сердце. Контрамбатный товар за каждым числится. На повозках нашего, так сказать, итога года ни одни розы и ни забудки. Если не страшно, то у нас с душой не все в порядке. Поэтому надо просыпаться в этот сегодняшний день. Ну, а пока именно сегодня. Сегодня еще важно радоваться, потому что это рошходыш. И хороший рошходыш. Рошходыш, который обещает нам, что если мы соберемся, то год будет прекрасный. Поэтому хороших выводов, брахава от слава.